О том, что в изобразительном искусстве есть своя высшая математика, на днях напомнила Магнитогорская картинная галерея. Здесь начала свою работу выставка «Авангард». Она представила самых передовых художников этого течения, расшифровка полотен которых доставит немало удовольствия искушенному зрителю. Я тоже так могу. Именно эту фразу чаще всего можно услышать на выставках художников-авангардистов. У неискушенного зрителя это художественное течение вызывает насмешку и даже некое пренебрежение. А между тем, обмануть профессионального искусствоведа любителю никогда не удастся. Ведь основой каждой из таких работ является и глубокое изучение выбранного направления, и мастерское владение кистью. То есть, когда там и прессионистический мазок, который разделенный, его разделяют по цвету, получается дивизионизм. Потом этот мазок укрупняет, получается фависты, у которых, допустим, представителем был Матис. Потом кто-то берет из этого силуэта одного цвета, берет просто геометрическую форму, получается супрематизм Малевича. То есть, есть определенная логика. Познакомиться с этими художественными течениями и предлагает новая выставка. Представленная на ней коллекция современного авангарда была собрана спонтанно. Что-то галерея приобрела по закупу, что-то получила в дар. В результате накопилось порядка 20 работ, каждая из которых заслуживает того, чтобы быть представленной зрителю. Но есть же высшая математика, далеко не все ей владеют, но она необходима. Естественно, что эта выставка, она для знатоков искусства, для тех, кто интересуется современным художественным процессом, интересуется тем, как развивается современное искусство, где его пределы выше и низшие. На выставке представлены работы 14 российских художников, и каждая из них – это своеобразное послание, в котором заключена либо мысль, либо эмоция. Мы в основном знаем, что культура, искусство нужны для того, чтобы пробуждать добрые чувства. Но у человека есть гнев, у человека есть, допустим, иногда чувство потерянности, растерянности какой-то. Это тоже имеет свое отражение в искусстве. У человека есть сновидение, есть невероятное озарение, и это тоже каким-то образом отражается в искусстве. Искусствовед Лилия Филатова уверена – вдумчивый зритель сумеет найти ключ к любой из этих работ, а также не сможет пройти мимо полотен магнитогорских художников Виктора Антонова и Вениамина Захарова-Хомского. В период махрового соцреализма творческие поиски этих мастеров казались многим смешными и ненужными. Заслуженное признание к ним пришло только после снятия жесткой идеологической цензуры, дав возможность этим работам стать настоящим украшением коллекции современного авангарда.